Митсубиси Лансер Эволюшн Митсубиси Лансер Эволюшн это как известно спортивный вариант Митсубиси Лансер. Модель известна довольно давно с 1992 года, когда первое поколение Эво было построено специально для чемпионата мира по ралли. В нашем видео модель 1997 года выпуска четвертое поколение Эво комплектация RS, что означает, что это именно суровая машина для соревнований, того поколения, с которого к модели начала приходить мировая популярность. Именно на четвертом Эво в 1997 году гонщик Томми Мякинен одержал победу в ралли 4 раза подряд. Тем плюсом, за который все владельцы ценят Эво, является наличие в машине уже в стоковом состоянии достаточного оснащения, чтобы серьезно выступать в гонках. Машина оснащена полным приводом с необходимыми блокировками, турбированным двухлитровым мотором 4G63 мощностью 280 л.с., а также она максимально облегчена. RS комплектация не содержит практически никаких электронных дополнительных систем, электроприводов, шумоизоляции, даже в салоне все упрощено. Какой еще тебе климат-контроль? Никакого климат-контроля и стекла вручную поднимешь, зато получи усиленный кузов, ковш от Рикара, тормоза от Брэмбо, легкославные диски, обвес и даже гигантские противотуманки. Эволюшн – это очень жесткая машина, и не только из-за многорычажной подвески, жесткость – это философия модели. Это очень динамичный спортседан, разгон до 100 км в час происходит приблизительно за 6 секунд. Водитель должен быть достаточно подготовлен, чтобы держать Эво в узде. Кроме того, он должен быть готов к тому, что комфорт в этой машине на последнем месте. Все подчинено динамике и управляемости. Кроме того, при агрессивном стиле вождения автомобиль может показаться настоящим проглотом. Расход бензина, который, к слову, должен быть только 98-й, может превышать 30 литров на сотню. Эво вообще не дешево содержать. Слабостью машины относят сцепление коробки, которое многие владельцы быстро меняют на более надежное керамическое и дороговатую в ремонте систему полного привода. Обслуживание и ремонт двигателя тоже может потребовать серьезных сумм, но это связано скорее с тем, что владельцы снижают ресурс мотора тюнингом, повышающим мощность иногда почти вдвое. В общем, машина для ценителей. Но они есть и их количество с каждым новым поколением Эво только растет. И это явно неспроста. Ну и, конечно, владелец Эво из нашего видео один из таких ценителей. Послушаем его. Здесь механические блокировки, редуктор чугунный стоит, здесь нет систем никаких, здесь все вручную, все зависит от прокладки. Ну, то есть РС можно почитать. Даже вот эта вручная? Да, да, то есть здесь она на 200 килограмм легче, чем обычная версия, вот, в отличие от ГСР. Здесь нет АБС, здесь нет электроники вообще никакой, здесь нет центрального замка, здесь все дребезжит, но зато машина едет гораздо удачнее, чем обычная версия ГСР. Здесь есть кондиционер, здесь все-все удобства, но зато здесь большие плюсы другая коробка, совсем здесь стоит коробка-короткая, при ускорении она гораздо лучше. Эта машина такая, не зря названа ралли-спорт, редкая достаточно и надежная. Подписывайтесь на канал, делайте репосты в соцсети, впереди еще много интересных видео про интересные авто. Субтитры сделал DimaTorzok